коррекции. Хорошо, я сразу отвечаю. Да, совпадают, поскольку у нас используется та же библиотека на этапе планирования лечения, то есть создания цифрового дизайна для мукапа, и та же библиотека потом используется для керамических реставраций в финале. В случае, например, если приходят реставрации и по какому-то непонятному поводу, из-за какой-то непонятной причины, например, как вы написали, нету плотного контакта, мы не будем допекать, мы эту реставрацию переделаем. Почему? Потому что любая керамика, которую мы уже наносим, является зоной риска для скалывания либо же отлома. Поэтому мы не допекаем. То есть я фиксирую реставрации, зуб, который есть проблемы, я не буду фиксировать, я его отсканирую, после чего мне изготовят новую реставрацию. Следующий вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, стоматологу, который собирается открывать клинику, в какое именно оборудование вкладывать основной финансовый поток? отключилось. Это у меня отключилось? Назарий, вас очень плохо слышно и не видно. Вы с нами? Вас очень плохо слышно. Это у меня очень плохо слышно. Напишите, пожалуйста, хорошо слышно? Я вас слышу хорошо. Ну, я очень плохо и не видно вас хорошо. Вы уже возвращаетесь. А меня видно или нет? Очень плохо. Но я не изменился. Хорошо. Самое главное, чтобы ваш голос был. Это хорошо. Какие там еще вопросы были? Какие недостатки можете отметить при регистрации ЦС в цифре по сравнению с аналогом, если такой есть? Смотрите, недостатки – это непонимание возможных ошибок. То есть я всегда говорю, что не имеет значения, либо же это ЦС, либо же препарирование. Секундочку. Меня слышно? Напишите, пожалуйста, плюсик, если меня слышно, потому что одна доктор написала, что меня не слышно. А, пишет? А, хорошо. Голос хорошо слышно, да. Да, так вот, возвращаясь к ответу на вопросы. Чтобы сделать что-то хорошо, нужно понимать возможные ошибки. То есть, например, если мы говорим о препарировании, то есть мы понимаем, что если сделать поднутреннее, если создать острый угол, это будут ошибки, и препарирование не будет адекватным. То же самое в центральном соотношении. Либо же вы работаете в аналоге, либо же вы работаете в цифре. То есть, есть некоторые клинические моменты, которых нельзя допускать во время сканирования. Мы говорим сейчас о положении пациента, мы говорим сейчас о том, насколько активно должны работать мышцы пациента в момент, когда мы сканируем положение центрального соотношения. И когда мы будем обращать внимание на вот эти факты, и не будем о них забывать, тогда мы сделаем корректный скан центрального соотношения. Если же мы будем просто думать, о, все, я купил сканер от сегодняшнего дня, я крутой цифровой стоматолог, на самом деле это не так. То есть покупка нового оборудования, она реально требует очень много обучения. Обучения, конечно. Да, и что часто происходит, специалисты инвестируют свои деньги в оборудование, но они не инвестируют в обучение. И в результате они говорят, что оборудование работает некорректно. А на самом деле некорректно работает не совсем оборудование, скажем так. Поэтому, да, понимая возможные ошибки во время сканирования и зная их список, у вас не будет проблем со сканированием ЦС. Продолжаем вопросы. Какие рекомендации для пациента с винирами? Не кусать твердое? Я сейчас скажу фразу, которую иногда говорит мой отец. Она очень интересно звучит. Он говорит, вы когда кушаете, кушайте как леди. То есть нужно вести себя нормально, полностью как своими зубами, но нужно помнить, что зубы не ваши. Это то, что я всегда говорю пациентам. Я говорю, что то, что мы для вас сделали, это не вечно. Есть большая проблема. Пациенты часто думают, что если они что-то себе сделали, если они это оплатили, особенно если это было дорого, то это будет до конца их жизни, а потом еще эти зубы могут использовать их дети. На самом деле это не так. Но это нужно людям объяснить. Поэтому есть некоторые правила. Обязательно использовать капу, когда вы спите, когда вы идете в спортзал, если вы чувствуете, что у вас стрессовый период в вашей жизни. Потому что, снова-таки, парафункция, которая может не присутствовать в жизни пациента, например, первых три года, а потом что-то изменится в жизни пациента, и она появляется как невроз у пациента, она может уничтожать эти керамические реставрации. Поэтому, конечно, не открывать там пиво и тому подобное, но важно носить капу. Проблема является в том, что есть процент пациентов, которые с улыбкой на лице говорят тебе, ну, сзади бы, да, но у меня нет парафункции, но я не буду капу носить. И он такой хороший парень, что ты не можешь ему сказать прямо, что у тебя не будет гарантии на керамической реставрации, потому что он настолько позитивно себя ведет и все, но в конце он говорит, что, ну, сзади бы, да, я спокойный человек, зачем мне это? И все. И как раз вот этот момент тоже, где нужно лавировать, лавировать, скажем так, с пациентом. Следующий вопрос. Применяете ли вы технику БОПТ? БиОПТ. Да, я применяю, я бы даже сказал так, что я применяю не БИОПТ, я применяю технику вертикального препарирования. Больше в ситуациях, когда я работаю с пациентами, у которых период проблемы. Тогда да. Прямо чтобы я работал по технике Игнастио Лои. Да, Назарий, просто пишет, что вопросы пропустили. Я не пропустила, просто мы же заново начали эфир, и те вопросы просто не сохранились. Да, извиняюсь, продолжайте. Да, я в принципе все сказал. Хорошо. А вот я не могу читать на украинском. Привит с якими пациентами социального статуса. Ну, я не буду продолжать. А где-то, кстати, этого не вижу. Как решаете вопрос? Сильно дисколорита. Першин, Саша. Социум, высокий числ, середний социум. Да. Так. Ну, что вы прочитаете, я. А у меня чего-то этого вопроса нет. Ну, я постараюсь прочитать тогда. Значит, с якими пациентами социального статуса соодноковую платоспроможність комфортно и легко подсюваты зірки. Политики дуже видами люди своей деятельности. Це социум, высокий числ, середний... Ну, я не знаю. Вы поняли, что я прочитала? Народ, ну, пожалуйста, напиши, будь ласка, еще раз питание ось це. Потому что я его не бачу, и я на него дам відповідь. Ну, как бы я попросил еще раз написать этот вопрос, и я дам на него ответ. Да, я, по-моему, научусь скоро украинскому языку. Это супер. Чем больше, тем лучше. Конечно. Да, хорошо. Основные вопросы вы прочитали при... Спасибо. И еще при моделировке коронки значения по окклюзии делайте плюс высоты в ноль или меньше. Мы делаем... Смотрите, в чем вещь. То есть, поскольку мы работаем с тотальными реконструкциями, мы делаем все в ноль, но даже если мы работаем не с тотальными реконструкциями, то же делаем все в ноль. Момент в том, как вы регистрируете прикус и насколько активно пациент сжимает зубами. Конечно, если ваш пациент во время регистрации прикуса очень активно закроет рот, и у вас будет интрузия, как верхних, так и нижних зубов, тогда, если вы сработаете в ноль, ваша реставрация будет просто не в прикусе. Ну, я думаю, доктора поняли, что я имею в виду. Поэтому контролируйте активность мышц во время, когда пациент сжимает зубы и высканируете. Следующий вопрос. Вы видите на экране вопрос? Можете... Да, я вижу, как вы регистрируете лицевую дугу. Правильно? То есть... Или что-то я пропустил там. Да, были еще вопросы. А я почему-то не вижу всех вопросов. Не знаю, может... Хорошо, я тогда прочитаю. Ага. Как вы решаете вопрос сильного дисколорита зубов А3, А4 в Блич 1, 2 при минимально инвазивном препарировании? Смотрите. Сильное изменение цвета и минимально инвазивное препарирование это вещи, которые противоположные. То есть решить вопрос, который оптически не решается за счет использования некоторого материала, его нереально. То есть за счет препарирования там 0,3. Конечно же, что для того, чтобы заблокировать темный зуб, нам нужно реставрация, которая будет потолще. То же самое, если вы, например, хотите выйти на реставрацию там B1, используйте материал Блич 3. Поскольку имея фон довольно темный, по-любому ваш окончательный результат не будет такой, как Блич 3. Ну и, конечно, толщина препарирования материала. То есть нужно препарировать больше. Мы не можем снова-таки делать реставрацию 0,3 и изменить цвет с А3 в Блич 3. Ну, такого просто не бывает. Разве что будете использовать цирконевые какие-то там виниры, что я вообще не советую. Как вы реализуете в цифре тотал на имплантах? Момент с тоталом на имплантах есть следующий. То есть есть такая штука, которая называется стратегия сканирования. Когда мы работаем с тоталом на имплантах, очень важно, чтобы была корректная стратегия сканирования. Также есть несколько фишек, как объединять скан-обатменты, для того, чтобы сканировать не только слизистую, а некоторые структуры между скан-обатментами, которые являются стабильными. Сейчас стоматологи, которые занимаются цифрами, меня поймут. Потому что мягкие ткани, особенно когда мы говорим о нижней челюсти, они не являются 100% стабильными всегда во время сканирования. Может быть, с движения мягких тканей тогда скан уже будет неточный, и конструкция будет также неточная. Поэтому есть некоторые фиши, которые мы используем во время таких тотальных конструкций. Друзья, большое спасибо, что вы задаете вопросы, но вы готовы отвечать? Я никуда не спешу. Я хочу сказать, что у самого на страничке есть очень часто прямые эфиры. Я смотрела, и я думаю, что вы должны еще один прямой эфир сделать уже на свою страничку, чтобы у кого остались бы вопросы, уже задали к вам на вашу страничку. Я отвечу вопрос, Алекс. Относительно лицевой дуги есть такая тема, что можно экспортировать КТ-шку в файл STL, а потом в файл STL можно использовать в программном обеспечении для сопоставления с интраоральным сканом. И тогда вы получаете корректное положение верхней челюсти. Следующий вопрос. На какой челюсти вы подпочитаете капу после тотальную реабилитацию? На верхней. Спрашиваю в третий раз, какое именно оборудование стоит вкладывать в основной свой финансовый поток при открытии клиники. Назаре уже ответил на этот вопрос? Просто вы, наверное... Ну, я скажу... Хорошо, я добавлю. То есть, как по мне, нужно то оборудование, которое вам обеспечит высокий уровень клинического мастерства. То есть, как по мне, это оптический визуальный контроль. То есть, по-любому, такие вещи, как микроскоп, должны быть, потому что вы можете купить топовую установку или еще что-то там. Если вы не будете видеть то, что вы делаете реально, то, в принципе, никакая установка вам не поможет. Поэтому, например, я бы не инвестировал большие деньги в установку. Я взял бы по себе какой-то хороший стабильный аппарат, который работает, качественные наконечники, микроскоп и хорошие материалы. То есть, если у вас нету еще сканера, тогда хорошие тискные материалы, хороший материал для билдапа, адгезив обязательно и фиксационный материал для фиксации керамических реставраций. Если же, конечно, в будущем будет у вас финансовая возможность, либо она уже у вас есть, тогда, конечно, я рекомендую взять сканер, а также инвестировать в обучение свое. Потому что, имея даже самые крутые технологии, если вы не будете до конца понимать, как их использовать, это только вас будет раздражать, потому что деньги инвестировали, а результата нет. Какой сканер вы используете? Три шейп. Уже 4 года у нас несколько сканеров, все три шейп. Какая система CS на данный момент лучше? Сирона, Иваклар, Циркон, САМ? Какая система? Я думаю, что, в принципе, как бы все системы работают в этом. То есть, сканер отсканирует то, что вы хотите отсканировать. Это либо же будет МИП, либо же CS, либо же вообще неправильная эксклюзия. Как контролировать мышцы? Какой программой для моделирования вы выбрали? Для мышц у меня есть девайс, интересно, называется Титан. Это итальянский девайс. Он показывает активность мышц. То есть, работают ли мышцы с двух сторон с одинаковым усилием. Его мы используем очень важно на этапе планирования лечения, а также на этапе, когда мы уже закончили лечение. Как должны устанавливаться виниры, чтобы получилась идеальная улыбка по законам золотого сечения? Как должны устанавливаться виниры? Устанавливаться виниры, да. Как бы такой немножечко резиновый вопрос, как по мне, потому что устанавливается какая-то фиксация виниров и тому подобное. То есть, если вы говорите о золотом сечении, вы, наверное, читали книгу Паскаля Манье. То есть, у него как раз можно посмотреть все корректные парапорции, там, длина центрального листа 10-11 миллиметров, как уменьшается 160 процентов, 100 процентов на латеральный и 60 процентов на клык, если мы говорим о пропорциональном. Но не всегда так получается у пациента. Есть люди, у которых, например, верхняя череп более широкая, либо же более узкая. Мы стараемся идти к этому идеалу, но снова-таки, если даже это не получится у каждого пациента, это нельзя считать провальным, либо же некорректным лечением. очень часто пишут с Бразилии. У меня бразильцы на втором месте после украинцев в фоллоуинге в инстаграме. Хорошо, давайте я буду сейчас последний вопрос спрашивать, потому что у меня комендантский час, я каждый вечер об этом говорю, я должна бежать домой. Хорошо. Я понимаю. Если пациент возраст 20-22 лет и у него цвет А4, допустим, пациент железно решил блич-1, вы пациенту откажете или будете пытаться влиять на выбор цвета пациента? И что насчет отбеливания предварительного? Смотрите, предварительное отбеливание не дает нам гарантии и стабильности. То есть, что может у вас случиться, какая плохая история. Вы пациенту сделаете отбеливание, вы пациенту сделаете керамические реставрации, он получит некий результат на сегодняшний день. После чего пациент будет пить кофе, есть, пить вино и тому подобное, и уже через год его зубы, как структура, могут становиться чуть более темные. И пациент придется и скажет, ребята, мы же год назад закончили, был вот такой вот цвет. Через год зубы стали немножечко темнее, что делать. Поэтому, что делаю я, например, я никогда не отбеливаю зубы пациенту, если мы говорим об ортопедии. Почему? Потому что я хочу иметь стабильный результат после завершения ортопедии. Понимаете? Поэтому, говоря об этой пациентке, которой 22 года, я считаю, что однозначным с такого типа пациентом быть невозможно. нужно человеку объяснить. Мы постараемся сделать вашу улыбку максимально яркой, насколько это позволит ваша ситуация. Ситуация будет следующая. Мы будем препарировать ваши зубы в пределах эмали. И что мы можем сделать максимум, это пойти, например, 0,3 мм более вестибулярно, для того, чтобы сделать потолще короническую реставрацию. И вполне возможно, что это в конце будет не Блич-1, а это будет Блич-3. Но поймите одну вещь. Эти зубы не на всю жизнь. Если вы сегодня срежете все до дентина, потом через 15 лет это все будет совсем по-другому. То есть и объем ткани будет совсем другим. Если пациент вас слышит и понимает, тогда я бы начинал работу. Я говорю сейчас лично о себе. И если я вижу, что пациент очень принципиален, мне там Блич-1 и тому подобное, я в таких случаях сказал бы, девушка, вам 22, будет вам 26, придете, мы еще раз поговорим и вы примете уже другое решение. И последний вопрос. Какую литературу по аппаратизированию вы посоветуете? Много разных литератур. То есть начиная от двух томов Маура Фредани, Питер Доусен книжка очень обязательно, потому что это именно книжка о функции. После чего также Паскальманье, Галит Гюрель, очень много. Я считаю, что если прочитать эти пять книг, то много вещей в стоматологии становятся понятными. Проблема в следующем. Проблема в том, что, например, сейчас все говорят о цифре, а самое интересное, что цифры учиться негде. В каком плане? То есть нет книжек и тому подобное, которые сейчас вам покажут. Смотрите, делайте вот так, вот так, вот так. Если вот такая вот ошибка, вы делаете вот так, вот так, вот так. И поэтому, например, что мы делали, когда мы начинали четыре с половиной года назад, мы просто создавали свои протоколы. Мы на полгода закрыли клинику и вообще не принимали ортопедических пациентов. Потому что не было, я был бы очень рад кому-то профинансировать, что мне объяснили, как это делать, чтобы я не тратил свое время. Но фишка была в том, что не было кому ехать. И приходилось набивать свои шишки и учиться, как это работает. изучать, какие ошибки и как обходить эти ошибки. И только через полгода мы сделали наш первый клинический случай реальному человеку. Кстати, вы являетесь спикером Тишейпа, компанией Тишейпа, да? Как я знаю. Да. Так что курсы еще будут, наверное. Будут. У нас, кстати, будет русскоязычный курс в июле с живым пациентом. Вы не знаете, у нас есть учебный центр Envision Study Resort. он в нашем семейном отеле. Спрашивали, кстати, где можно курсы. Кстати, те, кто не успели задать вопрос либо же не успели услышать ответ, мы вас отпустим, а я думаю, еще включусь на минут 20, скажем так, еще на последние... Да, вы можете переходить к Назарю на страничке и вы можете уже продолжить. Потому что я уже должна в принципе заканчивать. Да, Было очень приятно, огромное вам спасибо. Вы очень открытый человек, кстати. И я не ожидала, в принципе, но это хорошо, что... Я уже думал, что я буду менять формат своего Инстаграма, потому что каждое время одно и то же. Люди думали, что я один, со мной пообщаются, говорят, блин, вы вообще какой-то другой, то есть так просто все и тому подобное. Наверное, я очень... Вы очень открытый человек, спасибо. Огромное, спасибо огромное, что вы согласились. И я думаю, что если каждый вечер вас приглашать, я думаю, что все будут рады. Спасибо, Иван. Спасибо за приглашение. Удачи вам, здоровья. И можете сейчас уже все, кто нас смотрит, уже переключиться на страничку на заре, и вы можете уже продолжить у него на страничке, у кого остались еще вопросы. И огромное всем, кто нас смотрел, достаточно большое количество нас сейчас смотрело сегодня. И огромное спасибо всем. И...